Приветствую вас. Мне бы хотелось сказать, что ответы, которые были даны на ваш вопрос, они, в принципе, с чем-то похожи и затрагивают они одну сферу, одну сторону проблемы. То есть, сами ответы, они, безусловно, правильные и имеют. Да, вы знаете, это безусловно, но они не отражают, по моему мнению, всей сети происходящего. Почему? Да, вы можете, безусловно, успокаивать себя тем, что мужчина вас как-то не откинул, да, мужчина вас не понял, мужчина подвержен мнению моды и так далее. Это действительно так. Но, боль, которую вы испытываете, именно боль, боль чья? Боль ваша. И если боль от того, что вас бросил мужчина ваша, если мы принимаем этот факт того, что это ваша боль, то мы так же и понимаем, что причина этой боли лишит вас, вас самой. И причина эта в том, что с уходом мужчины вы потеряли что-то для себя. Причем потеряли не просто что-то, а что-то весьма и весьма важное для себя. Весьма и весьма ценное для себя. Ценное настолько, что вам больно, потому что теперь ваше сознание, будучи расширенным, вынуждено сужать. Видите ли, определенно вы, наверное, думаете, что любите этого парня, испытываете его чувства и определенно хотите быть верной с ним. Дело в том, что мужчина, который вас бросил, не является по факту объектом вашей любви. Почему? Дело в том, что если мужчина вас бросил, это автоматически означает тот факт, что он с вами несчастен. Ну, вот не смог он стать жизнедливым с вами. Ну, такое бывает. И это неприятно, это больно, это ужасно, но это так. Это правда. Не смог он стать с вами счастливым. И если он не смог стать с вами счастливым, значит, он ушел, и, уйдя от вас, он как раз таки стал более счастливым. Потому что он ушел от вас. то есть, по сути, избавился от препятствия, которое мечтало ему обрести свое счастье. и если вы такого человека любите, то вы, безусловно, примете его выбор, порадуетесь за него, что он на что свое счастье, что он как бы, ну, теперь счастливый, да, что у него теперь все хорошо, что он теперь радуется жизни, что он теперь живет полной жизнью. вы как любящий человек, вот это принимаете как повод для радости за него. И никакой боли речи не идет. Но вы переживаете, вам больно. И, соответственно, можно говорить о том, что эта боль вследствие того, что вы хотели чего-то для себя. если мужчина сказал, что бросил вас по какой-то причине, то это пустые слова. Если человек говорит, что я бросил тебя потому что, это значит, что я бросил тебя потому что я не люблю. Не бывает каких-то причин, из-за которых мужчины бросают своих женщин, а женщины бросают мужчин. Это либо одна причина, либо никакой. А это, то, что вы пишете, это просто повод. И не более того. И вот это нужно понимать в первую очередь. И с одной стороны понимать, что вы нуждаетесь в чем-то активно, очень сильно, не можете это достичь самостоятельно. Либо это уверенность в себе, вот как мы писали, принятие себя и так далее. А это работа с детско-родительскими отношениями, это работа над самооценкой, это работа над годностью, это работа над задачами, которые мы выполняем для того, чтобы становиться уверенной в себе. Либо вас просто задело. Либо вас задело эта самая причина. И если вас задела причина сама, склонно не понимать. Если мужчина не принял, а какие это у вас особенности, это его проблема. А если вы испытываете больно в ответ на это ваша особенность, это уже важная проблема. И как человек, в данном случае парень, мог принять вас, если вы не принимаете себя. Ну логично если это невозможно. Поэтому собственно определите для себя, что вы потерялись уходом парня. что изменилось с его уходом? Вы стали одна, вы потеряли надежду на то, что у вас получится построить отношения. Вы как-то еще что-то потеряли. И вот уже исходя из этого можно будет что-то думать и делать дальше. Но в любом случае, знаете, люби вас парень, испытывай он к вам серьезные искренние чувства, он бы никогда вас не бросил. Какая бы ни была. И ни вес, ни внешность, ни поведение, особенно если все это было вначале, все это было изначально на это не влияет. То, что мужчина вас бросил, это его личная проблема. То, что вам больно, это ваши потребности или неуверенность в себе. И соответственно либо потребности, либо неуверенность в себе, нужно разрешать. Потребность когда защищается путем формирования путей для удовлетворения самостоятельного их. А неуверенность в себе решается путем либо снижения, либо принятия. Кому как. Побывает, например, что человеку, допустим, с лишним весом, да, вот он худеет, и ему становится плохо, ну, то есть хуже. И такому человеку просто нельзя быть худым. Или бывает так, например, что человек худеет, а потом как бы очень быстро набирает вес, определенный вес. Ну, это значит, что вес у человека свой, и организм к нему стремится, а все другое, это неестественно. и эти тонкости тоже нужно уточнять. Поэтому я рекомендую вам обо всем этом подумать. Если вы решите поработать неверно все в себе или на подмемочной сфере, то выбирайте эксперта, записывайтесь на консультации и начинайте работать над собой. Вам это необходимо. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.